И снова здравствуйте! Александр Шунин, Абик Айлкин в студии Радио Болткома, а также с нами на связи Гинс Кузнецов, учредителем Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья. И темой нашей сегодняшней беседы станет, ну, во-первых, ситуация в отрасли. Мы общались с Гинтом буквально накануне послаблений, позволяющих заново начать работать фитнес-центром. И тогда стало понятно, что большинству так называемых мейджоров, сетевиков выгоднее вообще не открываться, чем открываться на тех условиях, которые были поставлены. Прошло определенное время, там уже несколько месяцев. Хочется подвести первые итоги. Я так понимаю, что члены ассоциации итоги уже подвели, потому что они написали новое обращение к Министерству экономики. Вот что это за обращение, что требуют профессионалы отрасли фитнеса и здоровья, мы сейчас и узнаем. Гин, доброе утро! Доброе утро! Итак, в самом деле, вот прошло какое-то время, которое можно было возобновить работу, а часть фитнес-центров решили не открываться. Что с тех пор произошло? Открылись ли они вопреки своей установке? Начали ли развиваться? Потому что я точно знаю, что кое-кто даже успел вложиться в ремонт и открыл дополнительные залы. Что сейчас происходит в сфере? Да, действительно, прошло не так много времени, только два месяца. Правительство позволило открыться спортклубом 15 июня. Сегодня у нас 16 августа клубы открылись, большинство открылось, члены нашей ассоциации открылись полностью, но, к сожалению, ситуация нерадушная, очень такая скептическая. На данный момент клубы работают только на 15% композитета, клиенты не возвращаются. И к тому есть такие основания, почему они не возвращаются. Потому что Латвия одна из редких стран Евросоюза, которые под клубы могут посещать только вакцинированные посетители или те, у которых есть негативные тесты или которые проболели. И на данный момент это 40% жителей. И нужно учесть, что активная часть тоже, может быть, не успела, есть люди, которые есть другие основания. И это, я думаю, один большой фактор, второй большой фактор, потому что люди не возвращаются. Потому что у нас открыли 15 июля, это было горячее время, только перед Лего и жаркое лето. И я думаю, там много факторов. Есть факторы, потому что люди уже отвыкли заниматься. И это то, чего мы очень боимся. И то, что повлечет серьезные последствия, я думаю, для всего государства, особенно для отрасли здравоохранения. Потому что, как мы всегда говорим, и это уже не секрет, я думаю, это известно правительству, это известно любому, что именно активный образ жизни, физическая активность является большим фактором, чтобы удерживать иммунитет. Да, вот, может быть, такой вопрос, который я хотел задать, вот, что касается работников вот этих фитнес-залов, может быть, те, кто сидят, вот, ну, секретари на приеме, вот, посетители на входе или сами, вот, тренеры. Есть ли какие-то данные, все ли вакцинированы? Ну, клубы адаптировались. Я знаю, что большинство сотрудников, они вакцинированы, иначе они бы не могли работать. Да. И этот вопрос решен, но вот вопрос, который самый больной, чтобы нам дали возможность прожить. При нынешней ситуации, если посещаемость 15%, соответственно, на такой же поток денег, мы никак не можем, как отрасль, обеспечить свои обязательства перед кредиторами, перед арендодателем, и тем более заплатить зарплаты. Но это большой вопрос, что мы вообще выживем, и эти финансы, они будут видны только в следующем году, после следующих отчетов. Конечно, мы объединяем все эти финансовые данные, и они очень плачевные на данный момент. Ситуация критическая. Мы обращаемся к министерству экономики, министерство экономики нас слышит, но должна быть поддержка тоже от министерства финансов. И вот там министерство финансов говорит, что вы должны построиться, и ситуация будет другая. Мы, конечно, этот вопрос рассмотрели, и общаемся с нашими коллегами в Прибалтике, общаемся с другими странами Евросоюза, в мире. И нет ни одной страны в мире, где фитнес-клубы закрыты, они как бы подстроились, и эта отрасль может работать. Но такого нет. Это также как бы сравнить, давайте отрасль здравоохранения, ну, подстройтесь и работайте онлайне, вырывайте себе сами зубы, сами ложите себя на стул, щиоте делайте операции. Ну, я вульгарно чуть-чуть выражаюсь, но это такое же сравнение, потому что контакт тренера очень важен, инфраструктура очень важна, и мы теряем людей, мы теряем сотрудников, мы теряем посетителей, и это будет результат виден через некоторое время. И это отразится прямым видом здоровья общества, и потом в фискальном виде отразится на бюджет. То, что мы спрашиваем, это небольшие деньги, это 3 миллиона, может быть, именно для нашей отрасли. Ну, вот как раз мы перешли к конкретным требованиям, просьбам, мольбам, тут любое слово подойдет. Что вы хотите добиться, чего вы хотите добиться от правительства? Ну, то, что мы хотим, чтобы правительство держало свое слово, то, что они дали нам альтернативную группу управления, мы общались с министерствами, с правительством, с разными госинституциям, и у нас были обещания, что если мы откроемся, и мы будем регулированы, то, что является правдой, наш отрасль до сих пор могут посещать только вакцинированные, у нас будет поддержка. Первое, то, что мы были полностью закрыты решением правительства. От декабря до середины июня мы начинаем получать пособие за январь, февраль и март, но мы были закрыты апрель, май и, можно сказать, июнь, и вот это такое же пособие мы хотим, чтобы нам выплатили, чтобы мы могли выдержать свои обязательства. И второе, пока у нас не вакцинирован такой объем жителей, чтобы у нас были какие-то пособия, но они очень детально определены, и я думаю, Министерство экономики нас услышало, и этот вопрос подняло в Министерстве кабинетов, но он не получил поддержки, я думаю, вот эта поддержка должна быть от Министерства финансов. Да, ну я так понимаю, что до сих пор в принципе Министерство экономики по крайней мере пыталось как-то помочь разным видам сферам бизнеса, и вашей тоже, да? Я так понимаю, что Министерство экономики все-таки прислушивается, да? Да, да. Я могу сказать, да, у них есть тоже проект по снижению НДС на 9%, то, что приняло правительство Литве, тоже наши отрасли, если мы сравниваем с нашим балтийским соседям, да, они могут работать, и тем операторам нашей отрасли, которые, может быть, есть не только латвийские, они, может быть, чуть-чуть легче, они могут поддержать, а те, которые являются только латвийскими операторами или одиночными клубами, и у них ситуация критическая. Я бы не сказал, что это относится тоже к тем, у которых есть, потому что потери огромные, и они были в прошлом году, а в этом году они были... Ну, полгода были закрыты. Вы пару минут назад упомянули другие страны и даже сравнили уже с Литвой. Чуть более подробно, хотя бы взять наших ближайших соседей, Литву и Эстонию, ваша сфера как регулируется на данный момент там, что можно, что нельзя, какая поддержка со стороны государства, так, чтобы сравнить? Да, ну, большое сравнение – это то, что в тех странах, которые в Клубе могут посвящать абсолютно все, есть, конечно, ограничения сравнения, у нас только могут посвящать те, которые являются вакцинированными, во-вторых, в Литве есть эта поддержка сниженная налоговая, Эндайс, и это большие цифры, и то, что мы знаем, в Клубах посещение гораздо выше, именно из-за этих обстоятельств. Да, вот все-таки ваш прогноз, я понимаю, что такое прогноз – дело такое неблагодарное, все-таки, как вам кажется, ну, вот те существующие фитнес-центры, фитнес-клубы, без какой-либо вот такой финансовой поддержки государства, вообще протянут до конца этого года, или им выгоднее вообще сейчас не работать, чем работать? Да, ну, то, что относятся к членам нашей ассоциации, они все открыты, но я знаю, что в отрасли есть клубы, которые не смогли открыться, и я думаю, что этот процент банкротов, он может быть очень-очень большой, если посмотреть численно по отношению к клубам, может быть даже 50%. Это огромные потери для отрасли, и то, что строилось, скажем, 20 лет, мы теряем, мы теряем специалистов, сотрудников, тренеров, мы теряем, можно сказать, опять кредитную надежность нашей индустрии. Что-то известно у коллег Литва, Эстонии, вообще в странах Европейского Союза, там более масштабная, объемная помощь, вот этим фитнес-клубам, тренажерным залам. Такой очень точной данных у нас нет, но то, что мы знаем, что из-за именно этого ограничения посещаемости ситуация у нас одна из самых критичных, и таких стран только в Европе 5. так что поддержка, да, она может быть не такая детальная, именно наша отрасль, но она линейная, и я знаю, что она в некоторых странах больше, так что это очень такой объемная информация, которую мы работаем, меняем. Письмо уже отосланно адресатам Минэкономики, Минфин. Да, мы это уже передали, я думаю, что мы получили подтверждение, что эти письма приняты, и даже последние группы, где именно были эти отрасли критические, которые государство регулирует, министр финансов, Рейрохунгс, он подтвердил, что эти вопросы будут решаться, и будут решаться в кабинете министров. У нас была такая встреча, где все отрасли, в том числе отрасль питания, гостининство, гостиниц и наши, они могли высказаться, и они понимают, что эти отрасли являются ограниченными, и эти поддержки небольшие, то, что мы тоже в письме учитываем, что эта программа 8 миллионов за январь, февраль и март подтверждена, но деньги наша отрасль еще не получила, получили только 5-6 клубов нашей ассоциации, но против олимпийских центров 100% получили, и выплачены, но некоторое время обратно из этих денег было более 3 миллионов, и нам было только 10% из этой суммы, и всем понятно, что олимпийские центры, например, они же содержатся за наши деньги, и они нигде не пропадут. Ну да, там совсем другая ситуация, это же государственная поддержка, ну прям государственного, если не сказать бизнеса, то направление спорта такого профессионального, а ваша ассоциация объединяет, ну любительский спорт, совершенно другое. Гинт, огромное спасибо, что нашли время поучаствовать в нашем эфире, желаем безусловно вам удачи, поддерживаем, нам время настает прощаться, заканчивать эфир, всем доброго дня, ну конечно же работа радио болтком продолжается, и конечно же все самые свежие и актуальные новости и события находят отражение на портале MixNews LV слушаем, читаем, не переключаемся и сегодня тоже спасибо большое всего доброго